Ну, собственно, запись пошла. Два глобальнейших у меня непонимания, которые портят мне жизнь, эти непонимания. Первое. Я не понимаю, что такое самооценка. От этого идёт подпроблема, как её повысить. Второе непонимание. Что значит любовь к себе и, соответственно, как полюбить себя. Любовь – это вообще отдельная тема. Учились мы и вкладывали в понятие любви то, что ты кого-либо должен любить. Соответственно, должен присутствовать источник любви. Любовь – это дорога с двухполосным движением. Но если источник любви один, от него же исходит любовь. Это не дорога вообще, это тупик. Любить мы можем кого-либо, помимо нас. Ещё раз. Должен быть источник любви. Помимо нас. И вот когда мы любим другого человека, что это значит? Испытываем к нему определённые чувства. Далеко не всегда кексуальные, но тем не менее, мы испытываем чувства. А как вот можно испытывать чувства к себе? Ну, для начала нужно тогда уж копаться дальше, глубже. А кто такой я? Я же – это совокупность, понятное дело, тела физического и души. Ну и также духа, можно так сказать. Так любить, любить что нужно? Всю эту совокупность? Как любить душу? Как любить свой дух? Что это такое? Ну, это созвучно воле. То есть, дух, душа – это наша воля, наше проявление в этом мире. Ну, а тело – это понятно. С телом гораздо, кстати, проще. Потому что мы можем любить своё тело, балуя его. Но опять же вопрос. Вот мы едим вкусняшки, балуем себя, мы себя любим, запихиваем. Всё, что попало, нам приятно становится. И эта любовь – одно лечим, другое калечим. Ну ладно, хорошо. А так относиться к себе с пониманием, зная меру, да? Ну, периодически подкармливая себя, но уже совсем в других дозах. Вот такая вот серединчистость. Отсюда, что ли, идёт любовь? То есть, любовь к себе – это любовь к самому телу. Такая серединчатость. То, что там не перебарщиваем, там не перебарщиваем, там балуем, там балуем. Но опять же, а тело, мы – это не… Я – это не только тело, ещё раз. Из трёх составляющих. А как любить свою волю? Когда проявление своей же воли – это и есть любовь к себе. Мы проявляем волю, чтобы правильно любить своё тело. Любовь к себе, любовь к телу там тоже было до этого. То есть, ты любишь волю, чтобы правильно волей своей распоряжаться? Чтобы у тебя взаимосвязь была хорошая? И воли души духа, да? И тела. Тонкие грани. Всё это очень сложно ввести в свою жизнь. Но, в принципе, мы с вами откопали, что любовь к себе – это правильное действие нашей воли относительно нашего тела. А тут идёт дальше. Ну, как бы, ещё раз, помимо тела же существуют и другие составляющие, да? Нас. Которых тоже нужно любить. Вот как вот полюбить волю, когда воля – это и есть полюбить тело. А как обратно? То есть, как может тело благодарить свою волю? Вопрос. Как тело может благодарить, ну, свою, нашу волю? Странный вопрос. Ну, в принципе, да никак. Ну, обратный эффект – то, что мы прокачали тело с помощью воли, и тело нам говорит за это спасибо нам, воле нашей, спасибо нашей душе, нашего духу. Каким образом? Ну, начинает свисти и пахнуть. Пахнуть, причём приятно. А нашей воле и нашей душе это вообще надо? А вопрос тоже странный. Что-то мне кажется, что собственную душу, собственную волю, собственное тело вообще вот конкретно так полюбить нельзя. Но относиться с благородством, с пониманием, как говорится, проблемы, да, можно. Но это полноценной любовью ты не назовёшь. Можно сказать, что любовь – это, в принципе, хорошее отношение к своему духу, к своей душе. То есть мы волю свою в правильное русло направляем. Это типа хорошо, да? Это в нашу миссию, в нашу миссию, да? Ну, вот так вот, что любовь к своей душе – это исполнение с помощью воли нашей миссии. И при этом любовь – тело через эту же душу, которая исполняет миссию. Ну, хорошо. С этим разобрались, но опять же миссия. А миссия есть у всех, а в миссию верит не каждый. То есть кто-то просто живёт под… Ну, кайфует, да? Пытаясь кайфовать, во всяком случае. Нет, ну, жить кайфуя и при этом любить своё тело – это тоже очень сложно. Ты в любом случае перекайфуешь рано или поздно. Или недокайфуешь рано или поздно. Как бы вечно кайфовать тоже нельзя. То есть вот эта вот срединность, вот любовь где-то водится на срединности. Да? На срединности. А теперь вернёмся в самое начало. Первое, да? Повысить самооценку. Что такое? Что значит повысить самооценку, стать уверенным в себе? Это примерно одно и то же, да? Звенья одной цепи – это не одно и то же, но почти. На одном этаже живут смежные квартиры. Это вообще вопрос для меня ещё неразрешимый. Повысить свою оценку – это то бишь себя ввести в такое состояние, ну, не за секунду, не путём медитации, допустим, а за несколько лет, когда тебе пофиг на чужое мнение, что ли? А чужое мнение иногда бывает гораздо важнее, чем твоё собственное. Это тоже уже, получается, мы не в ту степь свернули. В общем, самооценка и любовь к себе – по сути, это подменные, несуществующие, фейковые понятия. Ну, или же вот самооценка – это, может быть, вести себя уверенным всегда, более-менее. Ну, это мы совсем до банальности скатились, что самооценка – это просто быть уверенным в себе, вести себя всё время уверенно, да? В любой ситуации. А зачем это нужно? Ну, ведёшь ты себя уверенно, и что дальше? Что дальше? У тебя будут бенефиты от этого? Ну, да, будут. По крайней мере, уж точно не будет бенефитов, когда ты ведёшь себя неуверенно, и когда у тебя заниженная самооценка. Мы можем понять, что такое заниженная самооценка. Что такое полюс-минус мы можем, а плюсовой мы не можем с вами определить и понять. То есть, если только отталкиваться от обратного, и для первой ситуации, и для второй с подситуацией, мы можем найти ответ, едя от обратного, едя от поганого, от минуса. У меня в микроволновке варится суп, точнее, у меня в микроволновке стоит согретый суп, и мне пора есть. Ваши мысли по этому поводу разумеется, требуются просто. У нас с вами видео ещё раз формат диалога, а не монолога. Ваши соображения на этот счёт кидайте в комментарии. Обязательно это нужно. Это просто обязательно нужно. Если у вас есть вообще мысли по этому поводу. Просто мы часто говорим о вещах, которые просто несуществимы, которых не существует полностью. Да, вот. Александр Кузьмин на связи. Израиль Кузьмин был с вами. Ставим лайки, дизлайки. Подписываемся, отписываемся. Всё. Пока.